Южноуральские футболисты стали победителями всероссийских соревнований. На турнире в Сочи они смогли вырвать победу у сборных команд Костромской области. Кто из известных спортсменов поздравил победителей и какие призы они получили, расскажет Константин Гришенков. Защитник южноуральской команды отдает опасный пас вратарю. Тот силой бьет по мячу и снаряд вылетает на другую половину поля. Его тут же подхватывает партнер по команде. Мощный удар в угол. Гол. Челябинская команда выходит вперед и вырывает победу в решающем матче турнира. Будет ли удар? Ну, накрутил. Нет. Удар рядом. Южноуральские футболисты стали обладателями суперкубка по мини-футболу компании «Новотек». Участники – победители региональных турниров среди школьных команд Челябинской и Костромской областей. Соревнования проходили в Сочи в двух возрастных группах. Южноуральцам удалось одержать победу в обеих. Команда из поселка Красногорске уверенно одолела сверстников из кадетского корпуса из Костромы. А вот для картолинской команды встреча с соперником из села Монтурово Костромской области получилась более напряженной. Противников обыгрывают с минимальным разрывом в счете – 3-2. Лучшими игроками обоих матчей также признаны южноуральцы. В младшей группе это картолинец Павел Щеголев, старший – Руслан Клепиков из Красногорска. Они получают мячи с автографом футболиста ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса. Он же вручает кубки командам-победителям. Ну а подарком абсолютно для всех участников стало посещение товарищеского матча сборных России и Бельгии на стадионе Фишт. В будущем на нем будут проходить матчи Кубка Конфедерации 2017 и Чемпионата мира 2018. А маленькие футболисты смогли вживую увидеть своих кумиров уже сейчас. Константин Гришенков, ОТВ